Настя, привет. Привет. Рад тебя видеть. Я тоже. Тебя рада видеть. Да. Сегодня ты искусствовед по образованию, триатлет, ультрамарафонец, блогер. Искусствовед по образованию и триатлет по жизни. Да. Блогер, дизайнер одежды, советник, министерство спорта, главное по спорту вообще. А кем ты хотела быть в детстве? Я хотела быть звездой. Ты там, коротко я. Ну, в каком-то в определенном, как это, широко известном, в узких кругах. Ну, если чуть даться больше подробностей, были бы какими-то космонавтам, ученым, врачом? Нет, бабушка хотела, чтобы я стала врачом. У нее болела нога. Хотел, чтобы я стала врачом. Вот, мама хотела, чтобы я стала балериной. Ну, потом мы уже поняли, когда я уже в сознательном возрасте была подростковым, что я не хочу этого. Вот. Ну, то есть, не знаю, мне какой-то хотелось публичной жизни. Вот. То есть, я смотрела там фильмы каких-то про моделей, певиц, про спорт и так далее. Как-то не было мыслей. Вот. Я его как-то в детстве не любила. В школе это не получилось мне эту любовь привить. Но я думаю, у многих такая история, да. Потому что физкультура – это как-то не спорт. Ну, что-то такое вот прямо на публику, чтобы много человек на тебя смотрело. То есть, какие-то вот фильмы, знаешь, где, блин, я просто не помню названий фильмов из детства. Их тогда и, в принципе, особо-то и не было. Где были звезды, да. Да, ну, где были звезды, мне вот тоже хотелось, чтобы меня узнавали, чтобы со мной советовались, чтобы у меня были поклонники. Ну, такое. Понял. В итоге, как пришел осознанный спорт в твою жизнь после всего, что было в начале осознанного периода? Как ты осознанно подошла к спорту? Что именно на тебя повлияло? Ну, какая… I love swimming или что-то еще? Нет, это до I love swimming, то есть, какой-то импульс был такой, что на Фейсбуке тогда еще не… Ну, Инстаграм только-только начинался. Или нет, он был как-то, ну, там, на фоне котики, еды, еда вот такая, ну, типа стандартный тогда формат. Вот стал популярный бег, да, и я смотрю, что у меня многие знакомые, на которых я была подписана, выкладывать стали медальки, забегов, не тренировок. Забегов. Да. А, было, кстати, ты правильно заметил про тренировки, тогда было такое приложение «Рантастик». Да. И я вот им пользовалась, это было до спортивных часов, до всего, то есть первый трейкер. То есть телефоном только бегали. Да, я бегала с телефоном, у меня были наушники с музыкой проводные еще, и получается, вот я, чтобы отмерять расстояние своих забегов и хвастаться какими-то там тренировками, у меня был этот «Рантастик». И там еще была такая фишка, что твои друзья дублировался в фейсбук, и там Анастасия Тукмачева начала тренировку, и можно было подбадривать. То есть ты бежишь, и кто-то на фейсбуке тебе тыкает, и ты слышишь аплодисменты. Было прикольно. По-моему, тоже в Игдасе такое есть, поддержка, если лайв-тренировка, то кто на тебя подписан, могут это делать. Короче говоря, я как-то начала бегать, хотелось как-то к спорту прикоснуться, и потом, ну, мне, вот, я не знаю, откуда это взялось, желание, ну, вот, к преодолению себя, вот, 21 километр, мне тогда казалось, что это очень многое, ну, в принципе, это много, и сейчас я снимала. Да, и, короче, вот я решила, что я хочу это сделать, и, естественно, этим похвастаться в социальных сетях, чтобы все увидели, да, то есть я, я не знаю, у тебя можно нецензурно выражаться, нет, но вот у меня есть такой стимул, который работает лучше всего, я очень люблю вы***ться, для этого нужны какие-то достижения, и это такой честный ответ, вот, который я для себя вывела, то есть я вот по такому же принципу соревнования выбираю, да, вот, какие-то такие знаковые, масштабные, там, Комрад, там, Валтиберия, Босфор, то есть что-то такое, что, типа, многие знают, но немногие делали, вот, и вот я шла к этой цели, аж, там, два или три месяца, 21 километр, это был московский музыкальный полумарафон, я к нему готовилась самостоятельно, то есть у меня не было ни тренера, ни понимания вообще о том, как это делается, что надо делать, то есть я точно знала только две вещи, что нужно тренироваться в беговых кроссовках, это очень важно, это многие игнорируют и по сей день, хотя достаточно уже много информации об этом вообще везде, все говорят, но почему-то я вижу, как люди бегают в изи, да, 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 вот, то есть это, слава богу, это сберегло, видимо, мои колени, я тренировалась в парке, и начиналось там с того, что я просто бежала вот сколько могла, то есть я не ориентировалась на пульс, и у меня было такое, что я там, например, бежала какой-то отрезок, я уже знала, что, допустим, это 5 или 7 километров, и я начинала его бежать, и вот как-то я бежала его там сильно или не сильно, но вот кончалось тем, что я падала в траву, красным вот пунцовым лицом, и вот таким образом я накатывала объемы, то есть у меня это интуитивно было такое, что я бегала, бегала, бегала каждый день, представляла, как я в итоге это преодолею, и набегала вот как бы объемы, то есть я, в принципе, все правильно делала, только единственное, что я не знала, как мое сердце себя при этом чувствовало, а чувствовала, да, пульс не видела, и чувствовала себя совершенно точно не очень, судя по красному лицу в конце тренировки, то есть красным вот таком прям, вот, и, ну вот я шла-шла-шла к этому, ну плюс потом как-то у меня появился такой круг общения, были беговые тренировки в парках, я погуглила, вот, и там потом все были, я, короче, я пробежала этот полумарафон, и такая думаю, ну все, теперь я спортсмен. Фактически сама подготовишься к ним. Да, 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 ну то есть дури было много, хотя я, конечно, помню, что ощущения мои были после грунта в парке на асфальте, я просто думала, что у меня колени в обратную сторону согнутся, я, естественно, не понимала разницы, не знала, как это будет, и 2.09, что-то у меня такое было первое время. Очень неплохо для первого раза. Да, 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 ну, в принципе, наверное, да. Потом были уже гонки с препятствиями, стань человеком, была очень популярна тогда три бакзабег, гонка героев, вот, ну и уже дальше понеслась, там, кроссфит, силовые, вот, но, честно, вот у меня не было тогда такого комьюнити, серьезного, как сейчас, сообщества, да, где все обсуждают, типа, там, тренировок, какую программу себе выбрать, с кем готовиться. Честно, для меня это было так, я поверхностно достаточно к этому подходила, то есть мне было интересно пробовать все, разное, и, типа, пробежал 21 километр, отлично, какое время, неважно. Про марафон я как-то не думала, не знаю почему, то есть подсознательно я, видимо, понимала, что марафон, это уже ты сам в парке не подготовишься, да, вот, ну, забеги с препятствиями тогда вот как-то больше интереса вызывали, но, опять же, это все было не то, чтобы сильно на время, то есть это были такие же махровые любители, как и я в команде. Просто для себя. Ну, да, 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 для себя, и это было, кстати, очень счастливое время, не то, что сейчас, потому что сейчас ты уже, сейчас тебя ждут каких-то цифр, ты там думаешь, блин, нет этого наслаждения от забега, потому что тебе обязательно нужно выдать какой-то результат, который ждут и будут обсуждать. Комбрадс. Одна из сложнейших гонок, сначала холод, да, там, относительно... Ну, 7 градусов было. Да, свежо, да. Свежо. Перепады высот, потом внизу уже становится гораздо теплее. Как вообще тебе в голову приходят такие идеи? Или это все вызовы? Это подслушано про Комбрадс, то есть я об этой гонке ничего не знала, и когда я узнала, у меня такая, блин, ну это трэш какой-то просто. А причем, что в это время, когда я о ней узнала, я готовилась к Вайл-Сибири, это экстремальный триатлон на Алтае, 10 градусов вода, там, 180 на велике. Следующий вопрос был у меня. Да, ну, окей, просто я имею в виду, что вот как бы в тот момент, ну, такая подумала, блин, в Африке 90 бежать, ну, вообще, вы что, больные, что ли? Вот, и, ну, как бы мысль осталась в голове, я это, то есть не сразу услышала и решила, так, давайте. Я все погуглила, мысль осталась, но дальше пока не пошло до какого-то момента. А потом, после того, как случилось преодоление на Вайл-Сибири и уже там куча стартов, вот в том году он был такой активный, в этом еще активнее, вот, я такая осенью думала, блин, а что-то было же такое, что-то я хотела, ну, точнее, что-то было. И когда открылась регистрация, я зарегистрировалась, думаю, ну, попробую. Получилось. И получилось, да, хотя многие не верили, не ждали, что это получится, так снисходительно очень, ну, что-то там готовишься, вот. В Вайл-Сибири 226 километров, ты заняла первое место. И там особо больше никого, ну, там два, было в том году две участницы, первая я, вторая сошла с середины бегового этапа. И в целом для меня это было, вот, я не ориентировалась ни на какое время, то есть для меня это... Главное пройти, не сойти, точнее, главное. Да, главное не пройти, не сойти, и в том году я, ну, не сказать, чтобы много прям готовила, то есть я, ну, готовилась, вот, чтобы преодолеть. Все, если я дойду до конца, будет классно. И уложиться временной лимит, там был набеги после, по-моему, восьмого километра. То есть если вот ты плывешь, едешь и бежишь за, что-то там, 11 с половиной часов, дальше ты продолжаешь гонку. Если не укладываешься в это время, все, ты сходишь. Ну вот, мы уложились и саппортом, и продолжили. Но там было, как бы, нам обоим было очень тяжело, даже, вот, несмотря на то, что у меня саппорт был мастер спорта, он и есть, международного класса патриотлона, а беговой этап там сильно отличается от обычного, привычного коврового покрытия и асфальта. То есть там огромный набор, 3200, там камни, ручьи, гардиент, то есть, ну, трэш. Трэш. Там не трэйл, там трэш. Трэйш. Трэйл. Вот, трэйл, да. Как бы, я ни он это не тренировал, но, тем не менее, у нас все получилось, мы дошли, я была первая, и, в общем-то, ну, как бы, ей остаюсь. Ну, в этом году уже там кто-то другой победил, но я думаю, что и в следующем году я приму участие в этой новой. Трэш, это очень здорово. Ты участвуешь также во многих социальных проектах, и больше всего у меня на данный момент, в принципе, да, там, из различных, да, стальных проектов, которые есть, о которых я знаю, меня тронул. История с сопровождением зрячих спортсменов. Ага. Это было предложение тебе, или это было твое желание, ты хотела это попробовать? С чем это было связано, и насколько это было трудно для тебя физически и психологически? Первый раз это было с Мариной Даниловой, и это было предложение от фонда, больше, чем можешь, по-моему, да. Нет, спорт для жизни, да. Это было от них предложение, там не хватало у девочки, ну, вот у Марины как раз не было лидера, лидер это тот, кто ведет в паре, так называется. Вот, и мы примерно, почему мне, потому что, ну, я как бы падкая была на челлендже, и, в общем-то, медийный человек, им это тоже нужно было для подсвещения своего проекта из триатлонной сферы, ну, не так много медийных триатлетов, согласись. Ну, очень мало. Ну, то есть сейчас они больше все занялись своими соцсетями, я думаю, что я поучаствовала в этом. Бустером послужила. Да, бустером послужила, потому что я писала пост о том, что, почему вы думаете, что вы кому-то нужны, если вы ничего про себя не рассказываете, как бы жалуетесь на то, что рекламирую старты там и так далее, не вы, а я. И, честно говоря, я после этого сразу заметила бум какой-то у всех, ну, это хорошо. Все стали вести Инстаграм. Нет, это отлично, я очень рада, что так и получилось. Мне кажется, что я явилась катализатором, либо каким-то примером, вот, как это можно делать. Потому что я очень многих вижу, кто там просто ворует, да, мои идеи. Вот, я иногда злюсь, иногда нет. Ну, короче говоря, то есть фонду тоже нужна была медийная поддержка, они предложили мне, и мы подходили по комплекции, вот, и я видела в этом и челлендж, и помощь, как бы, и вот как бы все сошлось, мы долго, ну, как долго готовились. Основное, основное, самое сложное было в подготовке, это велосипед, тандем, да, потому что... Шоссейный тандем. Шоссейный тандем, который очень лихо уходит в занос, очень быстро набирает скорость под горку. Короче говоря, это была такая авантюра. Самое сложное было для нас встегнуться одновременно в контактные педали. Это неустойчивая конструкция. И мы падали, били колени, нас сбили на кольцах. Один раз велосипедист, я уходила в поворот. Тандем это как автобус-гармошка, то есть ты входишь в поворот, очень, ну, закладываешь его. А сзади нас ехал мужчина на разделке, вот так держался, и он просто нас... Он увидел нас, но уже было поздно, он нам что-то сказал, кыш-кыш, я говорю, ну, может, ты извини, конечно, но... В общем, он нас снес, Марина тогда очень переживала, потом призналась мне, что хотела даже как-то, ну, закончить наше сотрудничество, но почему-то не закончила, вот, и мы в итоге выступили, но в процессе гонки оказалось, что сложность вовсе не на велосипеде, а в плавании, потому что параатлетов выпустили вперед, а потом уже по нам плыли все остальные. И Марина... Нет, мы просто посередине, то есть две минуты, и все остальные, как рыба на нерест, вот, у нас там эта связка между нами оторвалась, я ее там обвязала, вот, короче, мы хлыли очень долго, мучительно, вот, то, что это как и лебедь, рак и щука, мы, получается, друг друга тащили в разные стороны, потому что она у нас была закреплена не так, как должно быть. Ну, короче говоря, она мне сказала, Настя, давай сойдем, я говорю, Марина, ты прикалываешься? Я это предложение потом еще услышала от второго своего напарника. Да, ну, он прям, по-моему, очень этого хотел. Он очень хотел. Помню, ты тогда писала, что он чуть ли не сильно начал переживать уже в тот момент. Да, мы, вот второй случай сопровождения со мной случился на автодроме в Сочи, это был марафон, который мне нужно было пробежать для квалификации на Комрадс, вот, от этого зависел мой кластер, но я была тогда не очень хорошей форме, я была после бронхита, там, спустя две недели, мне вообще не особо обижалось, то есть я понимала, что какого-то супервремени я не покажу, вот, а на чемпионате России, это категория, да, вот, то есть там был марафон для всех, и 15... В рамках Сочи марафона был чемпионат. Да, был чемпионат России, там был заявлен, вот, незрячие как раз ребята, парни, и тренер, ну, как бы, с ними работал, он говорит, Настя, слушай, у нас тут такое ЧП, мы не можем некого вести, некому вести, говорит, может, ты попробуй, что ты уже это делала. Я думаю, ну, что, как бы, я сама там не особо быстрее пробегу, а тут можно помочь еще и получить интересный опыт. Мне показалось, что это будет просто, показалось, вот, но на 30, там, с 32-го километра уже начались проблемы, потому что я нас все-таки хотела втащить в какое-то такое нормальное время, ну, и ему же, как бы, тоже, он же тоже хотел на подиуме, я говорю, ты хочешь занять место какое-то хорошее? Он говорит, я хочу, я говорю, тогда, слушай, будем делать так, как я сказала, а не как твой тренер. Он там говорит, бежите по 6 минут, я говорю, нет, так мы бежать не будем. Вот, и как бы сначала все было нормально-нормально, потом ему стало тяжело, потому что он 42 никогда не бегал, вот, и там он начал меня другим именем называть, Анечка. То есть я понимаю, что у него там жестко за панно уже пульс ушел, и я его кормила гелями, поила водой. Короче, всячески пыталась вернуть к жизни, вот, но он там за 2 километра до 100 финиша предложил сойти, я говорю, слушай, здесь бетонные стены, нам некуда сходить. Все равно идти надо будет. Да, да, он говорит, ну пойдем пешком, я говорю, ну, ну мы там чуть-чуть просеменили, но уже вот финальный, как бы, створ, когда я уже вижу, я его уже тянула за эту связку, я говорю, давай, все, но по правилам все равно должен спортсмен первый пересечь, и я его туда буквально как бы втолкнула, да, он упал там, короче, долго ныл, но потом где-то через полчаса, когда мы шли на награждение, он, кстати, второе место занял, там даже не третье. Слушай, он тоже молодец. Да, 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 он говорит, он меня там благодарил, он говорит, ой, Настенька, спасибо, я бы без тебя не смог. Ну, я, в общем, понимаю эти чувства, потому что, когда я в Алсибире финишировала, я то же самое сказала своему тренеру-саппорту, я говорю, Рома, я бы без тебя, конечно, тоже не смогла. Вот, поэтому, поэтому вот так. Да, такой опыт интересный был, но я хочу сказать, что это достаточно непросто, вот, потому что тебе нельзя ныть самому. Ну, это тяжело психологически, потому что ты чувствуешь ответственность за человека, что он рассчитывает на тебя, он на тебя чего-то ждет. Да, он даже может говорить, что он больше ничего не хочет, но ты должен делать эту работу свою. Ну, в общем, этот опыт... Такой, да, интересный. Достаточно серьезный. Серьезный. Смотри, за последние 2-3 года в России, ну, в Москве, в России уже даже, да, в последний год, может быть, 2, появляться стало гораздо больше серий различных соревнований, да. То есть, если раньше велоспорт, например, да, там, это было там Граммфонда, сейчас Сайклинг Рейс уже делают несколько гоноков в год. Ластрада ужасная совершенно. Ластрада тоже есть, да. Поэтому... 17 человек просто под завалом, все на скорых разъехались, классно. Как ты думаешь, с чем это все-таки может быть связано, и как это можно увеличить еще, чтобы различные виды спорта также развивались? Мы вот сегодня с Димой Тарасовым как раз встречались на завтраке и обсуждали велогонки. Дима Тарасовым? Да. Они будут делать велогонки? Дима Тарасовым? Нет, Дима директор Московского марафона, но он понимает толк в организации массовых мероприятий. Как бы касаемо количества таких событий, я бы сказала, мы с ним сошлись во мнении, что вообще нужно работать над качеством. А не над количеством. То, что велогонки плодятся, это, конечно, с одной стороны хорошо, но с другой стороны очень много недочетов, из-за которых происходит происшествие. Происшествие, начиная от завалов, заканчивая выяснением, почему кого-то наградили, не того. Или, например, тот, кто не пришел на награждение, вот сайклинг рейс, не пришел на награждение участник гонки, и его за это лишили награды. Есть регламент, по которому ты обязан выйти на награждение? Ну, послушай, нет, человек заплатил деньги, он может куда-то уехать, у него может что-то произойти, лишать его за это звание, ну такое. Ну, там было еще много моментов. Короче, моментиков много. Вот в триатлоне, мне кажется, не так много, хотя, казалось бы, вроде опасный тоже вид спорта, но таких нет. Что надо сделать, чтобы популяризировать остальные виды спорта? Ты знаешь, триатлон тоже не особо как-то сильно популярен все равно, мне кажется, это очень небольшой процент людей. Забегов много, триатлон, он есть, то есть гром, айрон старт. Ну, вот в этом году Брянский, потом Владивосток. Да, Владивосток. Владивосток, он, по-моему, уже не первый год. Да, он второй год, я вот там была как раз. Жестокий джетлаг абсолютно, совершенно ужасный. За неделю ехать, мне кажется. Да, наверное, надо за неделю, ну, потому что в моем случае я вот прям меня очень накрыло жестко. Вот, медный всадник, ну, достаточно большое количество, если посмотреть, что два-три года назад их было всего такой вот айрон старт был, по факту. Да. Сейчас их гораздо больше. Угу, ФТР, опять же. Да, в Питере, который тоже, да. Да, да, да. И вот еще такой интересный вопрос. Например, за границей, да, там, в Америке, в Европе, в Арабских Эмиратах. Такие соревнования поддерживают болельщики. Они выходят, стоят вдоль трассы. Абсолютно. Куча зон, где можно встретить, да, там, бегунов, спортсменов, да, всех оба, аплодируют. На помрыц. И помрыц, это король вечеринок. Ну, это для них прям праздник ежегодный. Да, для ежегодный. Там на протяжении всех вот всего, там не 90, на самом деле, 88 там есть чем-то. Там просто потрясающая толпа. Тебя приветствуют как рок-звезду или как родственника, которого они в детстве потеряли. И вот Абрелин, конечно. Да. Потому что они тебя, там есть сцены, фанатские зоны, где тебя с микрофона, они видят именно номер и кричат его, типа, Анастейша, it's coming. И толпа взрывается. Реально. То есть они тебя как будто знают, ждут. Вот. И поддержка сумасшедшая, ты все время на это отвлекаешься. И у тебя, ну, у меня точно не было мыслей никаких о сходе. Я получала колоссальное удовольствие. Мне, честно, даже было как-то жалко вот топить, потому что мне хотелось вот рассмотреть все, что происходит вокруг. Ну, это прям реально. Потому что у них этот забег проводится 100 лет. И за эти 100 лет уже вот вокруг тебя твой сосед, там, брат, сват, там, дочь, не знаю, племянник, все участвовали, нет-нет, да принимали какое-то косвенное... Имели отношение. Имели отношение к этому забегу. Кто-то бегал его не по одному разу. Вот. То есть официант, например, в ресторане говорит, «А, вы тут что, к коврасу готовитесь?» «А, я бегала его два раза». То есть, ну, вот это как бы в порядке вещей. Сбегать 90 километров. Вот. У нас культура боления, особенно на забегах, она пока страдает. Вот Дима очень старается над этим работать. Ну, только у него и получается. Только у него и получается. Но и все равно. То есть, все равно бегуны у большинства людей ассоциируются, «А, это из-за вас педасов опять дороги перекрыли». Я помню, как меня Наталья Рудова заблокировала из-за то, что я ее сторис, где она хотела отправить велосипедистов с «Садового кольца» в лес. Я запостила у себя в профиле. Ну, и там, конечно, люди рассказали, кого как бы в лес надо отправить. Ну, потому что, ну, ты дура, что ли, реально. Вот где еще люди соберутся там два раза в год перекрыли. Ну, не два раза, уже сейчас побольше. Ну, а «Садовое кольцо» там вот велозаезд именно. Ну, «Садовое кольцо» один раз. Нет, там еще есть велофестиваль. Вот этот, вот московский велофестиваль, где люди с семьями, всей семьей на всех великах, не на наших дорогих спортивных, просто выкатятся. Куда ты овца так спешишь, что тебе просто вот мешают эти велосипедисты? То есть, у нас очень не развита в этом смысле, ну, культура. Культура, да. Но мы как бы движемся к этому, но достаточно медленно. Что, ну, как бы плавание, ой, то есть бег, это еще нормально. Но вот что, как дела с плаванием обстоят? Я, например, была в Казани на Solidarity Games, это аналог, как бы, ну, как будто бы не Олимпиады, скажем так. Ну, в общем, ребята хотят сделать международные соревнования у нас из стран, которые на нас еще не обиделись. Вот, и там было много действительно иностранных спортсменов. То есть, это вот в Казани было плавание, дворцы водных видов спорта. Там зрителей просто, ну, вот я анонсировала еще, там все, там просто сгулькин нос, реально народу очень мало. Хотя плывали красиво, зрелищно, там все это музыка, там все это, как бы, классно. Ну, вот, не знаю, люди у нас как-то футбол смотрят, да, вот на этих 11 человек, половина из которых вообще не русские. Я не националист, но просто мне кажется странно, что у нас легче кого-то купить, чем воспитать. Чем научить играть в своих. Да, чем научить. Потому что нужен быстрый результат, и мы купим лучше какого-нибудь за 100 тысяч футболиста, условно, 50 тысяч заберем себе, и ему 50 отбудим. Откатим, да. Да, ну, то есть, вот это футбольное лобби, оно существует. Но вот футбол у нас популярный. Я, например, предлагала там своим рекламодателям, и не буду сейчас называть, да, но они достаточно крупные ребята, хотела, у меня была мысль там, чтобы они ИРСА, например, в моем велоглубе Russian Cycling Academy, посотрудничали. Потому что они, ребята, ездят тут на мнебниках в своей голубой форме, только их и заметно, реально. То есть у нас там по субботам выезжает реально улей. То есть там три группы, главная пачка вообще Крылатского. И я им предлагала сделать какую-то коллаборацию. Говорят, нет, это не массовый спорт. Вело, это не массовый спорт. Ну, типа, а я говорю, а какой массовый? Ну, вот футбол. Я говорю, ну, так вы уже с ним сотрудничаете. Вот. И поэтому, то есть для таких крупных корпораций это неинтересно. Ну, будем надеяться, что придет время, когда... Я хотела сказать, вот, кстати, но это иногда решается точечно людьми, которые увлечены этим видом спорта. Вот, например, во Владивостоке развивает этот вид спорта. И как бы по большому счету организовал эти соревнования вот Half Triathlon Владивосток один человек, который... Это он же открыл бесплатную школу для детей. Бесплатную? Бесплатную. Он платит тренера. Они бесплатно учат там детей. Так ты что думаешь? Дети не ходят. То есть такой энтузиаст, он большая умница и там предприниматель, бизнесмен. То есть мог бы просто в Монаковке бухать, как делают наши люди. Ну, вот стоит из-за чего? А вот тут он организовал соревнования. Два года он бьется, чтобы туда все приезжали. Там платят призовые, платят спортсменам, блогерам. То есть как бы эту культуру там в своем крае развивает, да? Хотя Владивостоки вообще ненавидят велосипедистов. Их игнорируют, их проще задавить, чем пропустить. Вот сложно с этим развитием как-то. Ну, с популяризацией, потому что все-таки он популяризируется, но не настолько быстро, как хотелось бы. Все равно, как ты говоришь с Востоком, людям даешь возможности, они просто этого не хотят делать. Они не пользуются. Да. Знаешь, сейчас очень от многих стало слышать фразу, что чем больше гулял, пасовался, ну, я точно так утрирую, там другие слова. Да, я поняла. В молодости, да, чем большим взошником становишься, там, в 30-плюс. Как вот сделать так, чтобы люди все-таки раньше приходили к этому осознанному фону, там, здоровому образу жизни? Очень просто. Во-первых, нужно нормально платить, я как бы говорю простые вещи, нормально платить учителям физкультуры, чтобы это с детства прививалось. То есть, когда у нас президент говорит о том, что у нас цель, чтобы 70% страны занималась спортом, ну, так вы просто теряете на корню эту аудиторию. Мне в школе не привили любовь к спорту, потому что это такая была очень. Да, я думаю, мало кому привили. Потом у нас теряется студенчество, вот, очень. Потому что, ну, вот, кстати, еще раз, своего друга Дима Тарасов, он организует всякие студенческие клубы и организует там забеги. Их скорость, да, проходит. Да, 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 да. То есть это очень важно, чтобы в институтах, в вузах, высших учебных заведениях тоже была вот такая вот, как бы сплоченный такой коллектив спортивный. Вот моя сестра, она сейчас учится в Соединенных Штатах. В Америке, да. Да, почему? Потому что она занималась теннисом, она входила в сотню по России. Ну, она, причем, умная еще, как бы, к тому. Но первоначально ее отправили туда, как спортсмена, который будет выступать за колледж, представлять интересы колледжа. Вот. Там их очень рад. Там при каждой школе, при каждом колледже, спортивный клуб. Да, где? Капитаны там считаются. Кольф, баскетбол, теннис. Американский футбол. Да, американский футбол, да, да, да. Вот. Где это почетно, где это престижно. Да, она еще там сдала и очень крутой результат экзамены. Там 2% всего детей сдают с таким результатом. Мы в шоке вообще. Да, это Аня, молодец. Короче, вот. Но я к тому, что у нас такого нет. У нас всего два, как бы, РГУФК, да, в Москве. Да, ну, по-моему, то. Лезгов, да, это институт в Питере, спортивной культуры. Вот. Ну, там никто за твой теннис не платит. Как бы, то есть, у нас все занимаются за свой счет. Вот, чтобы прорубиться в футбол, я вообще не знаю, что нужно сделать. Потому что, ну, мы уже тоже это обсудили. Да, невозможно. Да, невозможно. То есть, либо тебя кто-то просто приведет за руку со стороны. Это какие-то, не знаю, должны быть. Ну, вот из тех, кого я знаю, это Быстров был самородок. Его там как-то, он с бабушкой ездил на футбол. Его как-то взяли. Он там на электричке добирался. То есть, ну, это поколение, оно уже тоже прошло. Вот. И новых у нас, вот, на команду «Зенита», если взглянуть, то там просто как будто сборная Рио-де-Жанейро. Спартак тоже. Ну, я «Зенит» вот смотрю больше, потому что я же из Питера. Ну, и то не смотрю. Просто вот вижу иногда какие-то отчеты с мальчиками. Ну, короче, у нас очень дорого заниматься спортом. Во-первых, велоспорт, ты тоже такой интересный человек. Когда люди узнают, сколько там я на велосипеды свои потратила, там вообще начинается просто какая-то истерика. Вот. Хотя я эти деньги не украла, а заработала. Ну, просто почему бы нет? Ну, это дорого, да. То есть у нас, в принципе, получается такой самый доступный вид спорта – это бег, потому что нужны только кроссовки, трусы, чтобы выйти на улицу. Вот. Ну, и пульсометр желательно все-таки. Хоть какой-то фитнес-браслет, чтобы видеть свой пульс. И второе – это, пожалуй, плавание, наверное. Ну, бассейнов тоже не так много. У нас, например, в Москве остался всего лишь один бассейн с вышкой, потому что один снесли. В «Чайке»? Нет, в «Чайке» это не считается, там уже нерабочая вышка. Я имею в виду с вышкой бассейна, с которой можно прыгать. Вышка есть, с нее не прыгают. Но она нерабочая уже. Да, нерабочая. Вот. И у нас олимпийские чемпионы переехали в Казань, потому что там есть бассейн с вышкой, с которой не страшно прыгнуть. А у нас только на черкизовской бассейне. В «Олимпийском» сейчас, может быть, еще сделано, когда откроют после деконструкции. Может быть. Может быть. Может быть и нет. Ну, короче, да. То есть, вот, в принципе, доступных видов спорта, их не так уж много. Ну, говорят, не знаю, у меня нет детей, ну, как бы, люди пишут, что есть бесплатные секции школы в Москве. В Москве они есть. В Москве их мало в вопросах качества. Что это просто досуг или это действительно занятие спортом. Хоть что-то лучше, чем ничего. Вообще, в большинстве своем, конечно, детей отправляют родители, у которых есть деньги, платить и смотреть, чтобы их тренировали, если они планируют как-то. Но это в основном как бы с достатком. Или там отдают все, знаешь, когда верят в будущее, что так получится. А так, может, и не получится. Ну, да, потому что дальше это и форма, и сборы. Это нужно понимать, что ты вывезешь это финансово. То есть, ну, еще, конечно, помимо того, что государство что-то должно делать для того, чтобы спорт популяризировался настолько, насколько ему этого хотелось бы. А вот на твой вопрос про то, что с детства, это, наверное, конечно же, родители должны быть. Есть, конечно, примеры, где в семье наркоманов рождается нормальный ребенок, становится человеком потом, да. Но вообще правильный как бы пример, то есть, как бы говорят, ой, я своего ребенка воспитываю, воспитываю, там, мамаша стоит, да, сигареты в зубах. Ну, кого ты воспитываешь, если ты своим личным примером показываешь совершенно другое. Вот. Поэтому, ну, тут как бы надо начинать с себя, наверное, да. В целом, я вижу как бы положительную динамику по спорту. Ну, вот, по крайней мере, ну, в Москве его много, согласись. Нет, объективно много. И много людей стало бегать и на улицах, и велосипеды. Да, ну, бег самое такое распространенное все же. Все же везде бегают, в каждом городе. Меня там спрашивают иногда, ну, а как вот ты узнаешь о забегах? Блин, ребят. Интернет. У вас тоже так получится. Просто откройте Google, Яндекс, не знаю, и забейте там «Забеги в Липецке», «Забеги в Москве», «Забеги в Туле». Есть сайт… Их много, «Russia Running». «Russia Running», «Russia Running», «Russia Running», «Russia Running», да. Я посмотрела по карте, 1800 всяких беговых клубов. Очень много. То есть это, я говорю не про соревнования, беговой клуб, это место, где собираются люди, даже бесплатно, и вместе бегают. То есть у нас, я тоже состою в беговом клубе, пыльные гантели, там, это энтузиасты, да. То есть и в Москве есть беговой монастырь, пыльные гантели, там, пираньи, еще куча-куча-куча всего там. Есть забеги, да и хард, да, когда там ломятся 30 человек со скоростью света куда-то. По 4 минуты, да. По 4 минуты, просто как электричка по 30 километров. То есть это все можно найти в интернете, представляете? То есть достаточно просто задать вопрос. Вы же ищете там, типа, как сварить куриный суп, вот так же, вот, как, где пробежать забег. Ну вот. Все просто, вопрос и желание. Да, вопрос и желание. Скажи, какие у тебя еще планируются забеги в этом году? Есть ли какие-то вызовы или все штатно по марафону? Ну, у меня планируется 3 декабря марафон в Валенсии. Это очень плоский марафон, достаточно знаменитый и многочисленный. И я бы хотела подготовиться к нему, чтобы сделать какой-то рекорд новый. Потому что в целом и первый мой марафон случился в сентябре прошлого года. Московский марафон. Я пробежала первый самый. Мой результат 4 часа 0,1 минута. Я не очень переживала тогда из-за этой минуты. Потому что в целом это был первый марафон. Я так думаю, ну классно, я добежала. И вроде, ну, 5.40 у меня была средняя скорость, средний темп. И я не умирала. Я была жутко довольна собой. Поэтому минута меня это не убивала. Вот. В этом году в рамках подготовки к омрацу у меня было несколько стартов. И я пробежала, вот кроме сочинского марафона с незрячим спортсменом, еще и казанский марафон. Это прям за 2 или 3 недели. А, у тебя казань еще была, да. Да, вот в Казани я уже себе понравилась. Я пробежала его по 5 минут ровно. То есть я там хотела все-таки по 4.59, но было очень жарко и душно. Хотя марафон был прекрасный, хорошо организованный. Много пунктов с водой. Все-таки нет такого, что ты бежишь, думаешь, блин, попить бы. Вот только думаешь попить бы, и вот. Как же появляется. Прямо вода. Мой друг Вадим Янгиров его организует. Короче, по 5 минут я его пробежала, время 3.32. Да, я очень была рада, довольна вообще, прям безумно. И тут же я такая думаю, блин, ну если я могу так срезать полчаса, считай, да, то теперь я хочу посмотреть, сколько еще получится срезать. У меня на 10 километров мой личник в Казани. Как раз-таки я помню, там очень хорошая плоская трасса. И все тако удобно, комфортно. Так что да, в Казани шикарно. Супер. Спасибо тебе огромное. Все? Да. А у тебя какие вызовы? У меня вызовы... А вот пропущенный только что был, да? У меня вызовы это марафон. Но я не представляю физически пока, как мне это сделать. Марафон? Да. Какой? Любой? Любой, 42 километра. Ну смотри, до сентября у тебя есть месяц. Конкретный вызов такой был. Вот у меня... 16-17 сентября, московский марафон. У меня 20-го будет полмарафона. А есть еще марафон в Сочи в ноябре. Да, там я бегу 10. Миниально 42? Думаешь? Конечно. Там столько горок, там столько узких переулков. Ну, тем интереснее. Особенно, учитывая то, что там, по-моему, 40, как раз это 4 круга получается по 10 километров. Ты не хочешь кругом бегать, да? Не, можно попробовать. Можно попробовать. Ну, я просто думаю, зачем откладывать? До ноября ты еще прямо можешь. У меня, знаешь, с детства я раньше в школе бегал короткие дистанции. Да. 100 метров, 300 метров. У меня очень высокая стартовая скорость, но я быстро устаю. Я могу очень быстро пробежать, там, те же самые, там, километры 3, 5. Ты рассчитывай себе. В свое время, там, при весе 90 плюс, 3 я пробегал, там, за 19 минут. Но 10 я уже, там, бегу, там, в районе, там, 42, там, 39 где-то. И даже, вот, да, там, ту же самую десятку-пятерку я стартую, я первый километр, там, могу бежать, там, 4,15, 4,30. То есть, а последний у меня будет уже по 6 может быть. Так надо наоборот, ты начинай с 6 и ускоряйся. Вот, это надо самого себя. Отрицательный сплит должен быть. Да, самого себя надо как-то организовать так, чтобы начинать постепенно. У тебя часы есть? Есть. Смотри на них. Есть, и пульсометрия есть. Ну, короче, мне кажется, нужно взять все-таки тренера, немножко подготовиться. Не, ну, если ты, конечно, этого хочешь, вопрос желания? Ну, вопрос просто цели, что ты понимаешь, что многие, да, там, из твоего окружения, там, из твоих знакомых, да, не из спортивного, даже близко не смогут сделать что-то подобное. Вот, вот, это самый классный стимул, мне кажется. Самый главный вопрос. Спасибо. Спасибо тебе огромное. Спасибо.